Так, ребята, я вас всех приветствую. У нас сегодня с Алексеем небольшое коротенькое видео для вас. Мы немножко тут к нам привезли техники разные. Вот у нас новый шотписятка делается, там и сотписятка. Это вот у нас после покатушки, на улице куча техники. Короче, и к нам привезли вот такой интересный квадроцикл. Хотели его подснять немножко. В чем тут как бы вопрос? Этот квадроцикл люди покупали и делали у официального дилера. После этого там узнали про наш канал и так далее. И уже сейчас привозят к нам на ремонт и прочее. Мы просто хотели немножко обратить внимание, как делают квадроциклы. На топовый тюнинг. Как делают квадроциклы у дилера? Не знаю, кстати, кто делал. Не будем даже обманывать. Не знаю, кто делал. Но вот сто процентов топовый делал дилер. Давай, начинаем. Поехали, смотри. А, смотрите. Начинаем. Ну, подожди. Вот это мы... Нет, ну это... Это, короче, просто врезались, там оторвали. Это не берите в расчет. Все. Мы именно по тюнингу. Вот тюнинг. Вынос радиатора. Трофи ПРО ставят. Во-первых, они его туда внутрь загнали. Его надо было внутрь загнать. Да, точнее. Они не могут его внутрь загнать, потому что здесь стоит самовар. Маска БДСМ. Вот маска БДСМ. И самовар. Это чай пьют здесь, они подогревают. Вот ставят сюда вот так. Вот так вот термос и подогревают. Зажимаем бачки здесь. Вот, вот конструкция такая. Просто ты выглядишь. Из-за этого термоса, самовара, радиатор не влез. Его пришлось вытянуть вперед. Сделать как клюв такой вот. Да, вот здесь вот, короче, все выпирает. Здесь выпирает. А еще немножко, когда обрезали багажник, да? Ну, сантиметр-полтора вырезали немножко. Так, рука, рука, рука. Оп, оп, рука заходит. Вот. Сейчас просто покажем вам, как надо делать. Посмотрите, ребята, на это чудо-юдо. Вот это, смотрите. Вот это. Вот, покажи, здесь, из-за стороны. То есть, это не я там, да, его отгибаю? Вот, смотрите, вот щель. Так. Потом, смотрите, вот они когда делали, да? Такие делали-делали, раз промазали такие. Да хрен с ним. Ну, подумаешь, дыркой больше, дыркой меньше, как бы. Там подвинули, просверлили в другую отверстие там. Так, теперь отверстие под шланги. Под шланг, вот, смотрите. А это знаете для чего? Это чтобы смотреть на передний редуктор сверху. Они сразу делают отверстие в четыре раза больше. Вот. Хотя, там промазали, то есть, даже не посередине всегда. Не, а шланг все равно трет. Вот там. Он все равно трет, да. Они как бы сделали отверстие в четыре раза больше. А с этой стороны шланг трет. Ну, ребята. Короче, это вот мы так вот для вас просто показываем разницу топовую мастерской и официальной. А теперь покажем, как вот, как ребята делают, хорошие ребята. Вот, смотрите. Все, вот у нас. Там даже вот листок А4 не проскочит. Вот такой тоненький. Все четко, смотрите, какие зазорчики. Вот отверстие, оно прям ровно под шланг. И здесь укладывается резиночка. Ну, не всегда ее укладываем, потому что у нас, в принципе, все не нужно. Ну, есть поставили. Здесь, смотрите, здесь. Там не показывают. Вот, потом. Что, вот здесь ничего не упирает. Все стоит ровно. Вот. Даже есть со шнаркелями. Со шнаркелями. Смотри, то же самое все. Со шнаркелями все нормально. Никаких зазоров, ничего нет. Вот уже квадроцикл делался полгода назад. Вот, катается, все четко. Шнаркеля влазит. Никаких зазоров. Ничего не болтает. Все стоит. Здесь вот полгода ездит. Никаких щелей, ничего. Все четко. Поэтому, да. Все четко. Так что, ребята, задумать здесь сразу. Вот. Так же аккуратно сделано доп-цвет. Посмотрите, сколько у нас доп-цвета. Иксы без зазоров тоже. Вот тут есть минимальный зазор. Да, красиво. Некоторые ставят иксы, что вот здесь вот очень большая щель между этим. Или их сильно вплотную ставят и так далее. Короче, делайте тюнинг. Какой, Алексей, у нас вывод? Где надо делать тюнинг? Кстати, нашему любимому Атому. Братан, ты же говоришь вот так красиво, так четко. Вот это вот в компании Атом говорит, что вот так вот просто красиво, четко. Инженерная мысль, ее вот продумали. Это, Алексей, где надо делать? Да, я в шоке. Я приехал, мне Игорь показывает драндулет. Игорь, смотри, какой тюнинг ребята делают у дилеров. Мы так постоянно... Просто вот у вас... Давай снимем, покажем, как может быть... А, ну и фары, смотри, куда в сумме. Вот как даже, они здесь не смотрят. Там багажник светит. Не, не, ну даже вот внешний вид, посмотрите. Вот фары. Она вот так стоит. Да, в натуре, во-первых, светит багажник. И как вот здесь все четко смотрится. Они же есть, боковые фары. Ну, не знаю. Ну, тут на любителей. Конечно, может быть им так удобно, но мне не нравится. Она в багажник светит. Ну да, она светит. Если наклон делать, она... Да, она в багажник светит. Короче, сомнительные какие-то решения. Короче, вот даже вот здесь они сейчас подушатали его немножко, ребята. Мы его сейчас восстановим, поправим морду и так далее. Да, он немножко грязненький, привезли. Ну, вот, например, представьте, вы купили квадроцикл. Миллион сто пятьдесят отдали. Сверху там триста за тюнинг отдали. Ну, образно, двести, не знаю, сто тысяч. Выходите, с утра у вас парковочка, частный дом. Он у вас намытый стоит, и вы такие подходите. Тут, короче, самовар. Тут, короче, криво. Тут дырка. Тут фары кривые. Как вот вы отдали полтора миллиона рублей, образно говоря. И вот на это должны смотреть. Гораздо же приятнее. Вот Алексей, например, ездит. У него уже большой пробег. У него все ровненько, четенько, допустим. Все вот, ну, короче, красиво. Вот сейчас человек, он купил. Он подзарядит. Он в Казань приедет. У себя выйдет во дворе с утра. Стоит такой топовый мотоцикл. Вообще идеально сделан. Все ровненько, чистенько, четко. Ну, блин, не знаю, не то, что делают. В общем, мы вас, ребят, предостерегаем. Обращайтесь. Не знаю. Если вы хотите к дилеру, хотя бы найдите дилера адекватного. Да, ну, их, конечно, очень мало там, может, и вообще нет. Но какие-то, может быть, и есть. Ну, а лучше вот привозить его. Нет, но все равно, бокс, не фары, да. Но вот это отверстие, вот эти дырки, я даже не понимаю, там может немножко зазор быть, но как вот такую дырку делать. Но самовар, ребят, это просто брянские инженеры, вам просто респектус за этот самовар. Это отличная вещь, отличная. Особенно эстетично выглядит, да, вот. Красиво, сбоку покажи, это прям анфасом. Ну, прям, ну, я не знаю, просто. Это, может, на камере вживую, это вообще дичь просто подходит. Это как будто самогонный аппарат приварили сверху. Тут, короче, сюда трубка, туда-сюда, короче. Тысяча шлангов, короче, и все не нужны. И все так и греется, постоянно жужжит. Короче, вот так. Вот. Так что, да. Вот, пацаны, что скажете вообще, Димон? По поводу. Ну, вообще, вот. Вот этого аппарата. Вот, ребята, как? Ну, то, что вырезали там под выносом. У нас, ребята, не делают так? Нет, у нас нет. Видно, у них одна коронка для всего. И для швортеля, и для оплодвения. Сереж. 63. 63. 63. У нас, ребята, так не делают? Нет. У нас хорошие ребята? У нас много разных коронок. Есть бабки. Есть немножко денег, чтобы коронки купить. Есть. Поэтому. Так что, вот, ребята, наш лампу. Вот сделают. Вот будет вообще бомба. Так что, на этом ролик, наверное, думаю, будем заканчивать. Да, Алексей? Ну, самовар закончен. Самый офигенный. Вот так. Кадр вот такой. Смотри. Такое приближение. Супер самовар. Пошел такой 3D. Самовар просто. Со всех ракурсов такой летает. Спасибо всем, друзья. И до новых встреч.